Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Губернатор направил обращение в прокуратуру и ФАС из-за высоких цен на бензин. Об этом глава Кировской области Александр Соколов сообщил в своем телеграм-канале. Требование – детально проверить деятельность продавцов топлива. На данный момент, по словам Соколова, на рынке Кировской области практически отсутствует конкуренция среди поставщиков. Решение есть, но оно требует времени. Сейчас компания «Татнефть» получает разрешительные документы на строительство сети автозаправочных станций в нашем регионе. Цитирую. «Но в данный момент считаю необходимым приложить все усилия для стабилизации цен на топливо», – заявил губернатор. И напомнил, что стоимость литра бензина самых популярных марок в Кировской области превышает среднее значение по ПФО. Кассационная инстанция не изменила приговор Шульгина. Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу со стороны защиты на приговор бывшему главе администрации города Илье Шульгину и экс-руководителю УДПИ Алексею Ишутинову. В результате жалоба была оставлена без удовлетворения, а решение суда ниже стоящей инстанции – без изменения. Напомню, бывших чиновников осудили за приемку дорожных камер, которые не соответствовали условиям контракта. Шульгина приговорили к 2,5 годам лишения свободы Ишутинова к полуторам. В эфире «Экономика». Получен патент на товарный знак празднования 650-летия Кирова. Дирекция по организации юбилея города оформила исключительное авторское право на логотип праздника. Роспатент выдал три свидетельства на каждую расцветку логотипа. Об этом рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов на заседании Оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея. Он отметил, что символика 650-летия уже размещается на улицах города, в парках и скверах, а также в музеях, подведомственных учреждениях, магазинах и на сувенирной продукции. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.